Здравствуйте, друзья! Сегодня мы проверим разницу российского и американского менталитета путем сравнения трендов Ютуба. Итак, для начала удостоверимся, что в настройках видеохостинга указана Россия, и выбираем вкладку «Самые популярные видео». Нашим глазам открывается плавный переход телевизора в интернет. Почти никогда не покидают первую десятку, набирающие миллионы просмотров в выпуске Камеди Клаба, новости, эфиры Владимира Соловьева и спортивные соревнования. Большую часть отечественных трендов занимает развлекательный сегмент – стендапы, трейлеры, влоги и музыкальные клипы. Рекордными темпами миллионы просмотров набирает клип с одновременным участием целого отряда певцов с труднопроизносимыми именами. Джиган, Крит, Зелимба, Блага Вайт, Окбудда, Тимати, Содолав и Гуф рассказывают о своем субботнике. Я не спешу, время не море, делаю то, что хочу, ты понял? Снова в маршрутцию вношу коррективы, куда полететь мне Микона с Мальдивы? Если ты еще не понял, мы все тут на расслабоне. Рядом мои пробы делим расслабон. Если ты не знаешь, ты не понял, что мы просто ловим. После ударной дозы сомнительного тестостерона самое время переключиться на американские тренды. Заходим в настройки видеохостинга и выбираем США. Итак, что бросается нам в глаза первым делом? Это пересекающиеся позиции. Как и в российской десятке, здесь присутствует обзор новых достижений робота Атлас. Приятно осознавать, что человечество интересуется прогрессом. Далее идет трейлер нового мультсериала по Звездным Войнам, который присутствовал и в нашей десятке. Пара клипов корейских кей-поп-звезд. Они были и у нас. Сводки новостей, спортивные соревнования и музыкальные клипы. Так как мы внимательно изучили один из отечественных клипов, давайте остановимся на одном из американских. Удивительно, но и здесь прослеживается преемственность с отечественными кумирами. Примерно одинаковое количество просмотров с командой Джигана заняла песня о буднях некого Эст Ги, Лил Бэйби, 42 Дуга и Райла Родригеза. Есть мнение, что речь в песнях идет об одних и тех же проблемах в виде бесчисленного количества денег и веселых субботниках. Подведя итоги, хочется отметить, что не ожидали увидеть настолько сильную преемственность предпочтений между американской и российской стороной крупнейшего видеохостинга. В обоих случаях перед нами возникает картина максимальной оторванности трендов интернет-аудитории от реальности и триумф весьма посредственного развлекательного контента. На этом все. Оставайтесь с нами и пишите в комментариях сравнение между трендами каких стран вы бы еще хотели видеть. Как вы считаете, поменяется ли картина в ближайшем будущем? Станут ли набирать миллионы просмотров на ютубе более реальные и злободневные темы? Неужели мы обречены на бесконечную коку, карди-би и прочие сорняки потребительского общества? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!